Здравствуйте! В эфире Тегил ТВ программа решения о новостях городской думы, о важных шагах депутатского корпуса в целом и о самих народных избранниках в частности расскажем в ближайшие 15 минут. Депутаты постоянной комиссии по социальной политике посетили новый технопарк «Сфериум», который открылся в 39-м лицее. Народные избранники познакомились с его лабораториями «Промробосфера», «Биомедсфера» и «Медиасфера». Гостям рассказали о тех образовательных возможностях, которые появились благодаря современному оборудованию, новым подходам в решении физических и инженерных задач. Депутаты смогли оценить, как изменился процесс обучения, учитывая собственный опыт. Мы все поражены тем, что мы увидели. По сути дела, мы побывали в будущем, потому что ребята осваивают новые технологии. И настолько это все практично, настолько это увлекательно, что я уверена, ребята продолжат осваивать эти технологии и в своей профессиональной деятельности. Депутаты постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству обсудили планы строительства новогоднего ледового городка. Главной праздничной площадкой, как всегда, станет Театральная площадь. 21 ноября объявлены конкурсные процедуры по определению подрядной организации для строительства и эксплуатации городка. Контракт планируется заключить до 11 декабря. Миграция. Вопрос, который обсудили народные избранники постоянной комиссии по социальной политике. В 2022 году из Нижнего Тагила уехали 5336 человек. Учитывая количество прибывших к нам на ПМЖ, миграционная убыль составила 1409 человек. По данным опроса, проведенного городской администрацией, среди причин нежелания оставаться в Нижнем Тагиле, названы невозможность найти работу с достойной зарплатой, отсутствие перспектив карьерного роста, необходимость получения качественного высшего образования, неблагоприятный климат. Эта тема волнует многих депутатов, и не случайно, потому что в том числе и в разрезе кадрового голода мы рассматриваем убыль населения. Но когда убыль населения? Ну, конечно, не очень хорошо. Но это данные 2022 года. Очень надеемся, что 2023 год нам покажет более оптимистичную ситуацию. Льготы на проезд в трамваи для пенсионеров и школьников стали темой обсуждения на заседании Думской комиссии по бюджету экономической политики и инвестициям. В текущем году скидка для этих категорий граждан составляет 8 рублей от утвержденного региональной энергетической комиссии тарифа в 24 рубля. На компенсацию потерь предприятию за перевозку льготников за 10 месяцев из муниципального бюджета направлено 34,5 миллиона рублей. Отмечено, количество пассажиров городского электротранспорта с каждым годом возрастает. Также постоянной комиссии предоставлен промежуточный отчет об исполнении предложений депутатов, финансируемых из муниципального бюджета в рамках так называемого депутатского миллиона. Запланировано 198 мероприятий. Это проведение ремонтов, благоустройства, приобретение оборудования по поизбам муниципальных учреждений и жителей избирательных округов. На 1 ноября оплачено 23 миллиона 974 тысячи рублей из 25 миллионов или 94%. Проект бюджета Нижнего Тагила на 2024 год прошел обсуждение на публичных слушаниях. Объем доходов планируется в размере 23 миллиардов 681 миллиона рублей, расходов 26 миллиардов 510 миллионов, дефицит 2 миллиарда 829 миллионов. Источник его погашения – переходящие средства, выделенные в нынешнем году для строительства станции водоподготовки «Южная». В структуре доходов 32% составят собственные налоговые и неналоговые доходы, 68% – межбюджетные трансферты. Пятью днями позднее предварительное обсуждение основных показателей и прогноза социально-экономического развития города состоялось на Постоянной Думской комиссии по бюджету экономической политики и инвестициям. По основным показателям оборот организаций всех видов экономической деятельности, объем отгрузки товаров предполагается рост. Исходя из этого, бюджет 2024 года предусматривает выполнение в полном объеме социальных обязательств. О его социальной ориентированности говорит, в частности, тот факт, что 56% расходов направляется на финансирование сфер образования культуры, физической культуры и спорта, социальной политики. Увеличение поступлений в казну составит в 3 миллиарда 453 миллиона рублей по сравнению с первоначальными прошлогодними цифрами бюджета. Мы обсуждали итоги социально-экономического развития города в 2023 году, плановые показатели на 2024 год по этим же направлениям. Я считаю, что динамика развития нашего города положительная по всем направлениям, в том числе и социальной политики, и экономической политики. И бюджет в том числе тоже имеет рост по сравнению со стартовым бюджетом 2023 года. На очередном заседании Нижнетагильской городской думы депутаты рассмотрели и одобрили внесение изменений в правила благоустройства на территории города Нижнетагил. Например, теперь запрещен вывоз размещения снега, льда, мусора в специально неотведенных местах. Обязанность установки табличек с названиями улиц и номера домов возложена на собственников или их уполномоченных. Уточнены правила получения ордеров на земляные работы и установлен гарантийный срок восстановления благоустройства после их проведения. Особое мнение по поводу утвержденных изменений депутата Нижнетагильской городской думы Гаджи Абдулова. Благодаря этим изменениям у администрации города будет возможность все-таки влиять и на собственников зданий и сооружений, кому принадлежит прилегающая территория. Ну и также злободневный вопрос, который тревожит всех жителей нашего города – это постоянные перекопы, ремонтные работы, которые проводят коммунальные службы, после которых восстановление поверхности производится, скажем так, в ненадлежащем состоянии. Плюс ко всему, буквально бывает так, что ремонтные работы проведены, восстановительные работы проведены, буквально через полгода данные участки проседают, ну либо размываются после дождей и таяния снегов. Благодаря новым изменениям у нас будет возможность в течение пяти лет предъявлять гарантийные обязательства по выполненным работам, требовать все-таки качественного восстановления работ. Плюс ко всему, изменения коснулись также и прилегающей территории, находящейся в собственности и у муниципальных учреждений, и у юридических лиц. Таким образом, в общем-то, собственники должны будут сгребать снег со своей территории. На тротуарах должна будет подсыпана либо ПГС, либо какой-то песочек, чтобы не было скользкости. Летом собственников обязывают и подстригать траву, следить за кустами. За это будет предполагаться изначально вынесение предупреждения в случае не устранения замечаний. Уже будут выписаны штрафы. Штрафы будут порядка 100 тысяч рублей. Будем надеяться, что это даст толчок к тому, чтобы территория нашего города была более благоустроена и в зимний период времени, и, соответственно, летом тоже, чтобы там была подстрижена аккуратно травка, кустики, лишняя листва, чтобы было убрано. Ну и в целом, чтобы территория содержалась в нормативном состоянии. Напомним, что предлагаемые изменения сначала прошли публичные слушания, а затем их вынесли на Думу. За изменения проголосовали все 22 присутствующих на заседании Думы депутата. Продолжение следует... Для будущих спортивных побед новое оборудование, а это 4 роллеры станка и шведская. Стенка установлена в спортшколе номер 4. Они приобретены на средства из депутатского миллиона Андрея Шерстобитова для секции велосипедистов. Сейчас воспитанники учреждения вовсю готовятся к всероссийским соревнованиям по велоспорту. Дип тренажеров очень полезен, особенно в наших климатических условиях. На нем тренируются велосипедисты, занимающиеся хостейном велоспорта. Учитывая то, что у нас круглогодично невозможно ездить на велосипеде, вообще на любом практическом. Некоторые умудряются и зимой ездят. Но в постояннике невозможно ездить даже на минимально какой-то неровной поверхности. Эти тренатуры позволяют тренироваться круглогодично в закрытых помещениях. У меня у самого приблизительно такой-то станок стоит дома на балконе, который фиксируется в заднее колесо. И можно тоже практически в любое время года тренироваться, сидя перед телевизором или слушая музыку. Очень удобно. То есть тренироваться можно в круглогодичный. В филиале спортшколы номер 4 на Верхней Черепаново занимаются 25 ребят по двум дисциплинам. Первая – велошоссейные гонки по дорогам с твердым покрытием. И вторая – маунтинбайк – езда по пересеченной местности на горных велосипедах. Сейчас юные спортсмены готовятся к большим стартам. В 2024 году Нижний Тагил станет площадкой проведения всероссийских соревнований по велоспорту. Организовывать их по решению Федерации велосипедного спорта России будет спортшкола номер 4. Хотите встретиться с народным избранником лично? Озвучить ему свои проблемы или высказать мнение? Запишитесь на прием. Перед Новым годом таковы и проведут две трети депутатов нашей Думы. Время и место встречи вы видите на экране. Уточнить информацию о премии можно по телефону 41 30 27 у Климовой Екатерины Алексеевны. Чем делились народные избранники на своих страницах в социальной сети ВКонтакте? Мы собрали очередную подборку наиболее интересных постов и фотографий. В Нижне-Тагильском отделении партии «Единая Россия» 4,5 тысячи человек. Об этом на своей странице в социальной сети написал депутат Нижне-Тагильской городской думы Станислав Зыкин. 1 декабря партия власти отметила день рождения со дня образования. Народный избранник написал, цитата, «Благодаря реализации партийных проектов повышается качество жизни людей, развивается культура, образование и спорт, поддерживаются участники СВО и их семьи, укрепляются возможности молодежи, сберегается экология и история. Также эффективно решаются проблемные вопросы. Благодаря активности однопартийцев, показатели эффективности нашего региона лучше с каждым годом». Конец цитаты. Добавим, сегодня в Думе все депутаты-единороссы. Также народный избранник написал об открытии хоккейного сезона на корте «Разведчик». Напомним, Станислав Владимирович выделял средства на ремонт этого спортсооружения. На корте состоялся турнир, участники были награждены медалями и кубками. Открытие завершилось чайпитием и поздравлениями. Депутат по избирательному округу номер 15 Виктор Стариков тоже не обошел тему хоккея. На своей странице в соцсети он поздравил всех любителей этого вида спорта с Днем Хоккея. Также народный избранник принял участие в заседании Общественного совета партийного проекта «Детский спорт». В штабе общественной поддержки Свердловской области под руководством депутатов ЗАГС Собрания региона Еленой Чичуновой и Михаила Яшова обсуждалась доступность объектов для занятий спортом. Цитата. «Свой опыт представили Екатеринбург, Первый Уральск, Сухой Лог и мы в том числе поделились опытом многолетнего сотрудничества школы номер 10 и клуба «Мечта» Дома детского творчества Ленинского района по совместному привлечению к систематическим занятиям спортом учащихся на имеющихся у учреждений спортивных площадках с круглогодичной загруженностью и проведением массовых спортивных мероприятий». Конец цитаты. Тему спорта задела и депутат по 18 округу Марина Кибардина. На своей странице в социальной сети она поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке лыжни в парке на руднике. «Сезон открыт, осталось только укатать», – написала народная избранница. Депутат по 9 избирательному округу Сергей Бурлай на своей странице посвятил пост советникам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Цитата. «Они мотивируют и вдохновляют наших детей, знакомят с общественными движениями и рассказывают о важном. Они своим примером показывают умение работать в команде, где все поддерживают и помогают друг другу. Я очень рад, что в нашем городе работает самая лучшая команда творческих, инициативных и любящих свое дело советников по воспитанию. Спасибо огромное за ваш труд и любовь к детям». Конец цитаты. Сегодня на этом подведем черту. Смотрите следующую программу решения 21 декабря. В официальных группах ТАГИЛ ТВ, в социальных сетях под выпуском нашей программы оставляйте свои вопросы для депутатов. На наиболее волнующие получим ответы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова